Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия вторника — наша традиционная встреча, когда мы обсуждаем рынки, смотрим на них в буквальном смысле со всех сторон, ищем хорошие возможности, и, друзья, всем вам подсказываем, как, что можно делать здесь и сейчас. В прошлой неделе, собственно, когда мы с тобой провели эфир прошлый вторник, мы как раз говорили о том, что очень важные события, фундаментальные, еще впереди — это статистика по инфляции, промышленной инфляции, общий показатель потребительских цен, американская статистика, протоколы последнего заседания Федеризерва — все это уже позади, и, собственно, как и ожидалось, эти отчеты стали источником повышенной власти на рынке. Походили финансовые инструменты, где-то даже были значительно усилены трендовые движения. Американская валюта, которая, например, всю неделю снижалась буквально до конца прошлой недели, под конец торговой сессии смогла выбраться, скажем так, на положительную территорию и топчется в районе 106 пунктов. Сегодня как раз со своей стороны я остановлюсь, в частности, на индексе доллара и рассмотрю в связке с тем, что происходит с европейской валютой. Но мы знаем то, что индекс доллара и пара евро-доллар коррелируют между собой. Поэтому в целом можно проводить анализ инструмента одного и будет представление о том, что произойдет с другим активом. Если говорите в двух словах, вот крайне интересно твое мнение, потому что ты следишь за новостным фоном, не имеющим я. И в целом, вот то, что мы увидели по инфляции, по промышленной инфляции, по индексу потребительских цен, то, что было отмечено представителем американского регулятора, то, что было сказано в протоколах, ты допускаешь сам, что Флорес может пойти на еще, на повышение ставки до конца этого года? Так, всех приветствую. Да, я следил за данными по инфляции, анализировал внимательно, что PPI удивил, вышел выше, меня это насторожило, я сразу начал свои покупочки там по инструментам частично закрывать. И PPI уже вышло тоже, в принципе, видно, что пока инфляция не снижается, стабильно держится, да. Возможно, будет повышение ставки, но есть проблемы еще с госдолгом, да, то есть там тоже проблемы. И как бы это, возможно, еще как бы будет сопротивлением для ФРС, чтобы поднять ставки. То есть здесь однозначно сказать, что конкретно поднимут ставки. Да, все говорит за это, но есть и куча других проблем, поэтому здесь вот несложно пока определиться. У меня есть там мнение по рынку, да, и оно говорит, что вот, допустим, я в последнее время внимательно слежу за фондовыми индексами, то есть вот там я жду такого среднесрочного сильного снижения, поэтому вот как-то вот так. Поэтому ставки, да, ставки поднимут или не поднимут, все равно у нас сейчас сложная ситуация на фондовом рынке. Да, есть там определенные акции, сейчас идет сезон квартальных отчетностей, да, там какие-то акции показывают новые максимумы, но индекс S&P 500 не показывает. Да, мы это видим действительно по индексам, то, что несколько такое холодное отношение к ожиданиям того, что он выйдет на новые локальные максимумы. И действительно по-прежнему обсуждают риск рецессии, якобы, которая точно уже будет, спад, не совсем прям мягкая посадка, на которую рассчитывали. И причем этот спад, как многие прогнозируют, произойдет даже и без дополнительного повышения процентной ставки. А если ФРС еще и согласует дополнительной ужесточной инвентарной политики, то проблемы могут быть более значительными. Ну, здесь как бы с какой стороны рассматривают ФРС, конечно же, там сидят не идиоты. Они прекрасно понимают, к чему все это приведет, но здесь вопрос приоритетности, как бы, решения задач. Много раз мы слышали от Павла, что, да, экономика замедлится, но первоочередная задача – это все-таки остудить инфляцию, а с экономикой будем думать потом, что с ней делать. Я тоже, опять же, в некотором замешательстве, будет ли ФРС повышать ставку или нет, но, наверное, все-таки допускаю, что на один шаг по ужесточению политики, может быть, стоит пойти, потому что текущие условия на рынке, в частности из-за тех движений, которые мы видим, восходящих по рынку нефти, могут создать условия для роста такой мировой инфляции для всех стран мира. Поэтому допускаю, что не только ФРС, но и другие ключевые центральные банки вернутся к идее того, что какое-то время нужно поддержать еще жесткую монетарную политику и, может быть, даже пойти на дополнительное повышение ставок. Вот Джеймс Буллард, один из представителей ФРС, он, правда, вот-вот покинет кресло главы ФРБ Сент-Люиса. Он вовсе считает, что ставку в США могут поднять до 6,5%, если бренд превысит 100 долларов за баррель. Потому что, по его мнению, в этом случае инфляция снова будет где-то в районе 4,5%. С этим спорить тоже как бы нельзя, потому что правильно сделаны причины следственной связи. И да, при таком угрожающем росте инфляции американскому регулятору придется все же рассмотреть возможность даже ни одного повышения ставки. Но мы пока с тобой говорим о потенциале одного повышения. Я думаю, при любом развитии событий на ближайшие пару кварталов ФРС вряд ли созреет на, скажем, повышение ставки на 50 байсных пунктов, то есть до 6%. Это маловероятно. Представители ФРС много высказываются, но, мне кажется, больше путают людей. Потому что кто-то говорит, что ставку повысит, на следующий день кто-то говорит, опять же, из голосующих членов, что нет, ни в коем случае мы повышать не будем. И, опять же, интересно будет понаблюдать за следующим ходом голосования, как разделятся эти голоса и, в принципе, какому консенсусу они придут. Я думаю, что сам Павел даже не знает, что вообще делать с этой процентной ставкой. Правильно ты сказал, что проблемы с госдолгом, они всегда проблемы в США с госдолгом. Но сейчас они очень большие, да, там госдолг очень сильный. И вот я смотрел, публиковал недавно у себя на канале на прошлой неделе очень интересную картинку по госдолгу от Пректора. Ну, там что-то нас ждет очень сильное на рынках. Ну, понятно, оно не сегодня, оно уже так растянулся в длительном формате. Ну, вот если так мерить, средний срок, долгосрок, то нас ждут какие-то такие сильные потрясения. Ну, и по поводу несогласен с тобой, вот ты отметил, там сидят не идиоты в ФРС. Ну, здесь поспорить можно, потому что вот помнишь, мы еще в прошлом году, когда до инфляции, то есть когда они кучу денег напечатали, вот инфляция временная, на самом деле инфляция продлилась. Да, потом еще так это недавно выступал, когда он в Джексон Холле, или где это выступал Павел, и он высказался так, как вот ты сейчас сказал по поводу, что они сами не знают, что делать, что будет, как бы в таком формате. Поэтому здесь нужно все время держать руку на пульсе, потому что рынок может часто меняться, может где-то одну неделю вроде бы там ланги на следующую шорты, то есть потом через два дня другое, то есть и непонятно, что это затянется как, потому что тоже держать все время против рынка, сидеть, условно там топить за какой-то шорт по какому-то инструменту. Ситуация может поменяться локально, а этот локальный процесс может превратиться и в какое-то более сильное движение, то есть как бы в таком формате. Да, кстати, США, руководству денежной элиты, еще предстоит решить вопрос с бюджетом до 17 ноября, потому что он как бы согласован только лишь до 17 ноября временно, продление финансирования госучреждений, а там опять и шатдаун под Новый год, почему бы нет, все может быть, сейчас такие времена. В общем, давай тогда перейдем к демонстрации экрана, у меня как раз индекс доллара открыт. Что хотелось бы сказать в контексте именно движения доллара. 106.13 текущей котировки. Видно то, что индекс доллара постепенно возвращается в русло вот этого восходящего канала. Я допускаю, что это произойдет, ну то есть мы снова где-то в районе 106.50 будем к концу этой недели, и потом потенциально можем выйти там на значение 107 и повыше. Я пока сторонник, что доллар будет расти из-за того фона, который сложился. Раз уж инфляция не подает больше признаков устойчивого снижения, значит и осталось на прежнем уровне 3,7%. Можно даже поспекулировать на идею того, что повышение цены на нефть уже в следующий раз, то есть в следующий отчет, когда мы будем анализировать октябрьские данные, там уже будут цифры повыше, чем 3,7%. Соответственно, это будет уже ближе к концу года, и точно должны будут усилиться спекуляции относительно возможности ужесточения американской монетарной политики. И я, кстати, допускаю, что все-таки шаддаун будет, может быть, непродолжительный, может быть, неделю-две, но точно республиканцы и демократы в этот раз вряд ли так быстро договорятся, не просто так Маккарти сняли с должности. Соответственно, не с кем больше демократов договариваться среди республиканцев, и будут дожимать все-таки демократов, подрывать, собственно, их репутацию, рейтинги. Это нужно делать республиканцам, потому что выборы уже на носу. Нужно, чтобы устойчивого американского населения уже где-то там отложилось, что все плохо при демократах, и нужно менять, соответственно, власть. Поэтому на фоне политической неопределенности это тоже может быть фактором поддержки для курса американского доллара. Ну и события на Ближнем Востоке, мы все прекрасно понимаем, что это такая новостная бомба. Сейчас в любой момент может быть эскалация, наземная операция в Газе, соответственно, подключения Ирана. Ну да, вот, кстати, да, вот по поводу Ирана, вот вчера было как раз такое заявление странное, МИД Ирана, если не ошибаюсь, там представитель МИДа, глава или кто там, выступил так достаточно агрессивно в формате, потому что ранее, когда вот это все началось, конфликт, что США, что все там говорят, ну там Иран не замешан, там другие страны не замешаны, а вот вчера там Иран выступил в формате, что если будет все-таки наземная операция в Газе, то они могут там поддержать Хизбалу или что-то в таком формате, поэтому такое заявление вчера было более агрессивно, и все возможно. Да, поэтому этот конфликт может по географии быстро распространиться и, в принципе, охватить весь Ближний Восток, и тогда на рынке точно будет еще более волатильный. Но при этом, не знаю, наверное, инвесторы будут распределять свои капиталы, и часть будет уходить в кэшевый доллар, часть будет уходить в золото. То, что доллар и золото могут расти, мы убедились еще в конце прошлой недели, в пятницу, чтобы одновременно показывали восходящую динамику. Поэтому в целом, если такое небольшое влеческое отступление по золоту, у меня вот нет какой-то конкретной идеи, я сейчас стараюсь держаться подальше от него, потому что, с одной стороны, понимают, что рост доллара и повышение доходности облигаций должны все-таки приводить к снижению золота, а с другой стороны, если будет эскалация напряженности на Ближнем Востоке, золото улетит еще там долларов на 50 выше. И в таких условиях, вот доллар, здесь маловероятно, что что-то прям настолько неожиданное произойдет, чтобы он обвалился. Так, европейская валюта, как отметил в связке, рассматривая с индексом доллара, я сторонник того, что евро будет снижаться. Текущие цены 1.05.50, жду ниже отметки 1.05. Цели ближайшие, это там поближе к уровню 1.04. Не верю я в восстановление европейской экономики, верю прям в совсем глубокую рецессию Германии, потом какой-то серьезный спад в валютном блоке, не верю также в то, что ЕЦБ будет дальше повышать процентные ставки. Лагард, наверное, тоже меньше в это верит, чем буквально месяц назад, потому что на ее последнем выступлении на международном валютном, на форуме Международного валютного фонда, она не стала детализировать, опять же, планы по повышению ставки на ближайших заседаниях. А обычно она всегда была щедрана на такие комментарии, что на следующем заседании мы обязательно поднимем процентную ставку, потому что это нужно делать для борьбы с инфляцией. В этот раз она как бы обошла сторонные такие заявления. Думаю, что главный валютный риск может оказаться на еще более низких локальных уровнях. Фунт, еще один актив, который активно шарчу с целью 1.20. Я на своих брифингах так же рассказывал. На этой неделе вообще фунт должен быть героем, потому что куча релизов именно по британской валюте. Сегодня вышли данные по темпам роста заработных плат. Значения высокие. Они, может быть, не такие высокие, как хотелось бы увидеть шартистам. Потому что более высокая динамика по росту заработных плат это априори то, что будет разгонять инфляцию. Но даже при текущих показателях, с учетом бонусов, я выписывал себе заработные платы, в годовом выражении выросли на 8,1%. Это много, конечно же. Это то, что будет подстегивать все равно рост основного показателя инфляции. Завтра, кстати, выйдут данные по инфляции. И может еще больше омрачить экономические условия в Англии. А Банк Англии пока сохраняет статус-кво. Опять же, неожиданное решение еще несколько недель назад, когда британский регулятор не стал повышать ставку, когда должен был это сделать. И с тех пор, собственно, распродажи и начались. Потому что все прям ставят крест теперь на британской экономике. 200 пунктов еще можно выжать из вот этого локального движения. Но это как минимум. А там уже будем смотреть, что ожидать от данного риска после этого. Вот давай тогда на этих инструментах я сегодня остановлюсь. Поэтому, Виталий, слово тебе. Спасибо. Видно мой рабочий экран? Хорошо. Так, ну давайте повторимся, что я советовал на прошлой неделе. Какие идеи от меня были. Это всего две идеи было. Это публично. Это евро-доллар покупка и фунт-доллар. Также я советовал в своих обзорах покупать S&P 500. И очень удачно у меня получилось с пятницы 13-го. Я все-таки рискнул выйти на рынок и советовал покупать своим подписчикам золото и серебро. Поэтому такая феерическая на позитивной ноте закончилась прошлая неделя. По евро, вот я говорил, покупочки, вот здесь покупать. Я самого с понедельника, потом во вторник на битве говорил покупать. Ну, в принципе, неплохо локально росли. Я уже частично потом по евро закрылся после PPI, когда они вышли хуже ожиданий. И меня это насторожило. И уже в четверг перед CPI я частично позиции закрыл. И меня, получается, в итоге позакрывало по безубытках вот эти покупочки. Но локально на покупках я прокатился. Фунт там аналогичная картинка. Вот он, в принципе, понедельник, торник, среда он рос. Там можно было частично заработать. Дальше. Что касается на текущий момент по этим инструментам. Чтобы не разбрасываться по всем остальным, я пройдусь по индексу доллара. Я все-таки продолжаю по данному инструменту спекулятивно еще смотреть на снижение по данному инструменту. Пока мы находимся ниже такого уровня 106.50, у индекса доллара есть шанс как минимум скатиться в район 105.3. То есть к прошлонедельным минимумам. Да, в принципе, у нас есть напряженность на Ближнем Востоке. Еще там разные проблемы. Но все-таки мы видим, что пока на эти все новости нет какой-то такой агрессивной реакции. Есть там на инфляцию была, но на такие мировые глобальные пока мы не видим. Поэтому спекулятивно с стоп-лоссами за вот этот уровень я бы советовал работать на снижение. А дальше уже по факту буду смотреть. Если мы все-таки пройдем этот уровень, то тогда я, в принципе, подключусь с тобой на покупки по индексу доллара. И, в принципе, зеркально по евро-доллару у нас здесь ключевой уровень где-то вот прошлонедельный минимум. Вот эта зона получается сейчас. Это в районе где-то 1.05. То есть пока индекс доллара short, евро спекулятивно возможно дальше рассматривать на покупки. Вот такое у меня мнение. Дальше, что касается фондовых индексов. Здесь у нас картина такого масштаба. Я по данному инструменту, как я уже сказал, я среднесрочно за short по данному инструменту. Но у меня такая дилемма еще, будет ли оно с текущих или мы еще какие-то локальные максимумы покажем. То есть это будем обновлять условно прошлонедельный максимум в районе 44.30. Я не исключаю, что мы можем откатиться где-то в район 45.00 плюс-минус. Поэтому кто там прям среднесрочно торгует с большими стоп-лоссами и так далее, то в принципе можно шортить индекс S&P 500 и добираться где-то в районе плюс-минус 45.00. Пока мы находимся ниже вот этого нисходящего такого локального тренда, который образовался за последние два месяца, агуст-сентябрь. Вот это такое глобальное видение. Спекулятивно. Я сам с шортова выходил. Я даже вчера умудрился купить, то есть S&P 500 и советовал своим подписчикам. Мы даже там покупали еще с прошлой недели. Потом мы вышли и я посмотрел на реакцию на инфляцию, что мы все-таки падали, но не так агрессивно. И поэтому от уровня 43.50, здесь такой зеркальный уровень неплохой, я начал спекулятивно покупать. Мы сидим без убытки. И думаю, кто не среднесрочный трейдер, может рискнуть, так скажем, спекулятивно работать на какой-то рост там 1-2-3 дня. Когда уже будут появляться какие-то более такие локальные шорты, имеется в виду, которые будут говорить об окончании вот этого восходящего локального тренда, который у нас образовался в текущем месяце, то тогда я сам лично буду уже конкретно заходить в шорт. Конечно, он может и не нарисоваться, чтобы мне было понятно по моей торговой системе. Может провалиться просто так. Поэтому здесь такая скользкая ситуация. И поэтому у меня мнение такое, оно есть среднесрочное, а есть такое спекулятивное, где я могу в течение недели то шортить, то покупать. Еще нужно не забывать, что я могу среднесрочно ошибаться, и мы можем глобально уйти наверх. Это никто не исключает, потому что проблемы проблемами, но мы можем и уйти обновлять максимумы, которые были в текущем году и прошлогодичные максимумы. Поэтому обязательно какой-то риск нужно понимать, совмещаясь со своей системой, со своими рисками и так далее. Но вот я два момента сказал. Среднесрочный и спекулятивный. Когда будут какие-то подтверждения шортов, возможно, они сейчас уже пойдут. Я же говорю, нельзя все понимать, всю картинку в полной мере. Вот такие моменты. Поэтому с S&P я озвучил. Дальше, что касается других активов, допустим, тоже золото. Здесь очень красиво. Золото, конечно, пошло против всего рынка. Прошлой недели мы немножко падали. Брать там четверг-пятницу. А золото в пятницу красиво показало. Я его не трогал. Я, в принципе, говорил в прошлом обзоре, что я за покупки. Но конкретно точку входа я только увидел уже в пятницу. И вот это движение мы забрали. На текущий момент глобально я по золоту за глобальные ланги. Только вопрос, кто ранее не покупал, с текущих покупать по таким высоким ценам, возможно. Но нужно понимать, что мы можем еще скатиться в район 1885 плюс-минус. Нарисовать какую-то хорошую коррекцию. Потому что вот у нас есть импульс. И, в принципе, этот импульс, он может как-то корректироваться и так далее. Возможно. Но, в принципе, здесь пока говорит все о покупках. Вот как-то вот так. Поэтому, вот если вы смотрите, да, там обзоры, нужно понимать, есть среднесрочные какие-то перспективы. Они тоже могут иногда меняться. И спекулятивные. Бывает такое, что условно утром одно, я говорю, да. Сейчас я сказал, условно, рынок закрылся по итогу дня по-другому. И уже вечером или на следующее утро уже ситуация может быть совсем другая. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Давай тогда наблюдать за тем, как поведет себя рынок. В итоге, где окажутся инструменты. С учетом того фона, который складывается. Сегодня у нас роничные продажи в США. Тоже как дополнительный катализатор для движения доллара. И под конец недели еще, как я отметил, будет несколько отчетов по английской экономике. Кстати, еще китайские данные. В общем, есть с чем торговать и за чем следить. Поэтому, как и всегда, риск менеджмент. Да, кстати, по китайскому индексу. Я вчера встал в покупку по данному индексу по китайскому, там China. Я был на прошлой неделе на покупке по S&P 500, по японскому индексу Nikkei, по китайскому. Но в конце я там, после публикации от CPI, я вышел с покупок. И на этой неделе обратно зашел. Поэтому, какие еще причины могут быть для лонга. Возможно, ты озвучивал о своих обзорах. Там Китай все время как-то стимулирует рост, якобы. Но у него никак не получается, фондовые индексы все время падают. И плюс они там как-то ограничивают немножко шарты. Поэтому пока, несмотря на график, пока мы выше вчерашних минимумов, то есть там есть возможность роста. Но нужно с рисками, потому что, как видим, сколько они там что-то не говорят, индекс немножко китайский иногда идет рост какой-то несколько дней, а потом все время какой-то новый минимум и так далее. То есть здесь нужно быть очень аккуратным. Плюс китайская экономика, она очень такая бумажная, я бы так сказал. Бумажный тигер такой. Спасибо тебе, Виталий, еще раз за комментарии по китайскому индексу. Ну что, тогда следим за статистикой. Тебе хорошего закрытия недели, хороших выходных. И снова обсудим все в следующий вторник. Спасибо. До встречи. Все, пока, удачи. Продолжение следует...